Поэтому, да, когда я получила запрос по поводу цветных концентратов, как их использовать, то, естественно, первая мысль, к которой мне пришла, Юля нам поможет, потому что Юля знает, как это все делается. Вот такой вот дизайн у нас сделан. С чем вы делали его? Я делала концентратами. С концентратами. Трейси, hello! Мы сейчас говорим о цветных концентратах. Да, значит, с концентратами. То есть, вы видите, в принципе, имея вот эти вот три бутылочки, да, можно сделать вот такой вот потрясающий шедевр. Круто, правда? Юля, а вы нам покажете, как это сейчас делать? Да, я обязательно покажу, но вначале я расскажу немного. Я тут уже попробовала. Я сделала себе на палитре, сразу развела три цвета и каждый цвет ввела один в другой. То есть, здесь у меня красный, желтый, синий. Чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Вот. Видно? Да, вот сейчас отлично. Да, я между собой их смешала. Да. И таким образом я получила вот прям богатейшую палитру цветов, оттенков и всего остального. То есть, вы хотите сказать, что имея вот эти три цвета, нам достаточно для того, чтобы сделать вот эту вот всю палитру? Да. Круто. Это три, ну вообще, три основных цвета, из которых мы получаем потом вторичные цвета. Вторичные цвета фиолетовый, зеленый, оранжевый, имея вот тут как бы всего три штучки. Круто. Это замечательно. То есть, получается, что вы взяли, вот их как бы капнули и потом навстречу друг другу выгружали. Я вам сейчас продублирую, чтобы это было понятно. А давайте. Я обычно работаю, создавая вот такой круг. Если работаю концентратами, то я создаю вот такой круг, потому что мне нужно сразу несколько оттенков. Ставлю небольшое количество одного цвета, рядышком небольшое количество другого цвета и рядышком небольшое количество третьего цвета. То есть, вот таким образом получается у меня треугольник. Окей. И теперь кистью, лучше начинать с желтого, потому что желтый это самый светлый цвет, я иду навстречу к красному, захватываю красный, и иду навстречу к желтому. И у меня в промежутке образуется цвет от насыщенного красного, переходящий в оранжевый и опять переходящий в желтый. Круто. Очень просто. Очень просто. Вот прям проще некуда. Дальше. Беру желтый опять и перетягиваю его к синему. И у меня получается зеленый цвет. То есть вы когда натягиваете... Да, обязательно я протираю кисточку. Окей. Я тогда сейчас переведу для англоязычных. Да. Мы просто говорили о цветах, и сейчас Юлия объясняет... Как раз, как раз, как раз. how to mix colors between and what she does she is just pulling one color to work another color and always between she is cleaning her brush so then your color will not get dirty and you will have like proper fading to proper blending and I will put black in the purple so that you can see it will be in the red and 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 red is also a red and red and red, I appreciate it, it is really interesting and it can work as a novice Создавая интересные такие дизайны, которые называются градация цвета омбре, другими словами. Черный у меня стоит, вот я уже поставила, вот он у меня стоит. И теперь Юлия также поставила черный, и с черным, вы можете добавить, создавая очень красивый эффект омбре. Я подготовила заранее, я же готовилась к эфиру, подготовила вот такой вот фон. То есть на липкий слой я притрусила блестки и перекрыла это все матовым током. Теперь захватываю на кисть черный концентрат. Видно? Ага. У меня лампа отвечивает. Обратите внимание, сколько на кисти... В центр, Юлечка, извините, можно в центр, вот так вот, да, вот так хорошо. Обратите внимание, сколько на кисти у меня материала. Сейчас я вам свет подставлю, чтобы ярче было видно. Вот как-то вот так вот. И вот такими движениями кисть я прижимаю к поверхности. И я начинаю растягивать... Растягивать свой материал. Можно больше в центр, в центр. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот так, нормально? Да. Вот так вообще шикарно. Супер. Я взяла побольше кисть. И вот я это все... And now with different brush, she is like making ombre effect. Слушай, красиво выглядит, кстати. Очень оно интересно за счет того, что оно получается полупрозрачное и от темного к вот такому вот светлому. И отправляю все это мероприятие мое красивейшее в лампу. And now let's cure. А сколько минут будем пьюрить? Желательно его все-таки подержать полторы минуты. Но так как мы еще будем дорабатывать его, мы его подержим 30 секунд. Все концентраты лучше держать полторы минуты. Но так как в прямом эфире у нас это будет занимать время, я буду пытаться полимеризовать его меньше. Чтобы больше показать. Окей, so what Yulia did now, now she said that she's going to cure it for one and a half minutes, because all color concentrates, because they are very highly pigmented, it's better to cure it for one and a half minutes. But now she will do like flesh curing, because she wants to show us more things. Имея концентраты, мы можем работать как плоской кистью, создавая... Я тоже вот сейчас, если найду, начала, но не закончила. То есть мы можем делать вот такие вот дизайны плоской кистью, это еще не законченный дизайн. Yeah, also with color concentrates, we also can make this like one stroke designs. Мы можем работать в акварельной технике, вот как вот эти вот дизайны. We can work in aquarel technique, like now we have. Мы можем работать по фольге, вот как в этом варианте, то есть вот у нас оно еще мерцает. We also can use foil underneath, so then we will have this very nice shivering effect. В фольгу я использовала серебро, и благодаря концентрату я смогла создать вот такой вот синий оттенок. And Yulia, here she was using silver one, so that's why she managed to make this effect. Так, и вернемся к нашему варианту этого дизайна. На этот дизайн мы можем перекрыть топом, а мы можем еще дополнительно проработать его, добавив ему еще какие-то элементы. Okay, so now we can cover it with top gel, or we just can add some extra elements. Давайте добавим что-то. Ну конечно, что ж мы не добавим-то. Только можно в серединку? Можно, вот, вот, вот. И я тонкой кистью ставлю такие вот будут элементы, как элементы. Да. Это концентрат. Но обратите внимание, я его немножечко вдавливаю. So when Yulia does it now, she is like pressing the color concentrate into the surface. И опять отправляю в лампу. Hello, Magda. Hello. Hello, girls. Sorry, I did not say to everybody hello. Hello, ladies. It's really nice that you actually joined us. And we are talking now about color concentrates with Yulia Goncharova. Because, hey, who else actually can do better things than Yulia? Пока тут дизайн находится в лампе, я еще расскажу, как мы создаем акварельные эффекты. То есть для вот этих акварельных эффектов я бы посоветовала еще отдельно ставить небольшое количество extreme matte top gel. На палитру. Ага. So and also what Yulia said that what she does, that she is also adding extreme matte top gel. Вы подавляйте в концентрат? Я поставила рядом, то есть вот у меня моя палитра разведенная, и рядом я поставила. Сейчас я подниму, чтобы было рядом. So then you can see that we have matte top gel next to your color wheel. And also she placed already white and black together, so then she will use it as well. В принципе, для людей, которые только начинают работать, вот этого набора предостаточно. Для того, чтобы иметь большую палитру цветов. So if you are just a beginner, so then this product will be just enough for you, just to start working and start creating your masterpieces. Сейчас я ставлю еще немного черного лайнера. Так, в середину. И то, что я нарисовала, я обвожу. And now with black liner gel, she is just making outlines for elements she did before. Юлечка, можно в центр? Можно. Сейчас я, извините, лампу подвину. Вот так, удобно вам, видно? Да. Чуть-чуть больше в центр. Отлично, да. Да, вот сейчас в центр. Можно не совсем высоко, это совсем высоко, можно чуть ниже, но в центре. О, супер. Вот, отлично. Вот нам отлично, вам как? Мне, мне, это, знаете, мне, мне отлично. Вы крутая. И я рисую элементы вензелей. И вы используете кисть Папайн, да? Конечно. Мне она сейчас самая удобная кисть для и тонких линий, для вензелей. То есть, это кисть, ей возможно провести длинную тонкую линию. И, в принципе, вот это будет и все. Я отправляю в лампу. И это все. И это все. Давайте кисть. Ах-х-х-х. Ах-х-х. Ах-х-х. Все это очень быстро. Пока тут дизайн находится в лампе, я тут еще на досуге поигралась новыми гельмаками. Вот так вот я их не поигралась. Очень, очень, очень мне занравилось. Да, вообще, да. Да, я немного еще перекрыла цветом, чтобы немножко приглушить мерцание, чтобы оно создавало эффект глубины. Это наши фоны. И также, она была, как она, с очень маленьким поломатом гельмаками на поверхности, чтобы сделать этот шиневый эффект немного длинным. Я выберу сейчас вот этот вот фон. Пока тот дизайн в лампе, я проработаю новенький. Так как мы быстро работаем. Грэзи говорит, что уже красиво все. Я тоже так считаю. Каждый шаг это может быть уже как отдельный дизайн. И вот фон наш, он в принципе отдельный дизайн уже готовый. И Юлия сказала, что вообще каждый шаг может быть как финансовый арт, но мы все равно можем продолжить. Для этого дизайна я в матовом топе пропитываю кисть. Теперь на краешек набираю цвет. Но немного. Вот я просто буквально дотронулась. И теперь начинаю рисовать. То есть я опять прижимаю кисть. Если мне нужно, я добираю цвет. То есть если мне нужно, если заканчивается цвет на кисти, я добираю. Окей, и сейчас что она делает, она начинает начать с тюрьмой кисть. И с движением, как прожить пигмент на поверхность, она сделает что-то. Я не вижу что-то. Элемент из дизайна. За счет того, что я прижимаю кисть, у меня получается акварельный эффект. Цветом у меня пропитан только кончик кисти. То есть чтобы вам было понятно, вот я сейчас прижму полностью кисть к палитре, и вы увидите след цвета, который оставляет кисть. Я наметила себе лепестки будущего цветка. Я отправляю в лампу. А сколько будете полимеризовать? Буду полимеризовать полторы минуты. Да, мы сейчас прихватим. Вообще, я буду делать это быстро, как я изначально сказала. Сейчас мы его только прихватим, и я буду продолжать. Так что Юлия сейчас будет делать, что она будет прихватить. Так что это будет как флешка. Конечно, она не будет делать это за 1,5 минуты, потому что это слишком долго. Но в конце, чтобы закончить все, она будет прихватить его за 1,5 минуты. Пока тот дизайн у меня находится в лампе, я перекрою этот топом. Ну, давайте вернемся к нашему первому дизайн, и мы будем селить его с топ-гел. А какой вы сейчас топ используете? Supreme Finish. И вот такой простенький, но очень даже эффектный дизайн получился. Его я отправляю в лампу и возвращаюсь к моей прекрасности. Вот такой вот. We are going to cure it, and let's go back to our second design. Сейчас я буду использовать вот эту вот кисть. I don't remember the name of this brush. I really don't remember. So, yeah, you know that we have this brush, I have it somewhere, with rhinestones inside. Like, yes, this one. Но, как я буду использовать? Сейчас я покажу сначала на палитре. На краешек кисти я набираю немного красного концентрата. What she does now, she is applying just very little bit of concentrate on the tip of her brush. И немножечко смешиваю с черным лайнером. And very lightly, she is mixing this together with black liner gel. То есть я получаю жидкий цвет, но довольно на несколько тонов темнее, чем сам концентрат. So, and as a result, she has quite a thin color, but a bit darker than mixed color concentrate. Я использую это для тонких линий, для прорисовки. And we have to use it to create very thin and fine lines. Если бы у меня был синий цветок, я бы использовала синий концентрат и черный гель. If we would have blue flower, then we would use blue concentrate together with black. И сейчас я начинаю очень тоненько, так, чтобы линия почти была незаметна. And now, with very thin and very light movement, we are making outlines for our aquarell flower. Да, я добавляю вот как бы такой динамики цветку. Где-то там прожилочку. She is adding like dynamic to that flower. Магда, я totally agree. Apart from Xtreme Matte, Xtreme Matte is, within Matte Topgels, it's also the best one. And I'm really proud that Magnetic is absolutely cool company with absolutely brilliant and high-quality products. Мне кажется, если бы матовый топ можно было пить, мы бы его и пили. Ну, это уж вы совсем, я вам хочу сказать. Ну, это вот. Ну, просто от него отказаться невозможно. Мне кажется, если бы, ну, сказали, что все, матового топа не будет, это было бы равносильно апокалипсису. Я Юлия сказал, что если бы мы не имел Экстрим Matte Топгел в нашей остормении, то это бы как бы, это неизберт. Экстрим, экстрим. Да, это вероятно. Да, Экстрим Matte is brilliant. Totally agree, Рейси. И абсолютно. И это лучше. И это все. Что это хорошо от Matte Topgел, это это flexible. У меня нет пресечения. and it keeps this matte surface for a very long time and it's easy to apply it's just perfect the same as improved supreme finish вот я прорисовала look, with this even just, you know, just like background of the flower and just a bit of outlines and we have a flower я бы еще, конечно, ему стебелечек вот тут бы добавила стебелечек вместе с листочком что-то вот прям захотелось чем удобно этой кистью можно делать очень-очень тонкую линию в то же время можно ее прижать и у нас получится вот такая вот расширенная линия Юлия does love this brush because you can make very thin lines with this brush and by pressing this to the surface you also can have like a bit of thickness Магда говорит, что уже выглядит красиво но мы знаем, что это еще не закончено это мы отправим в лампу и теперь мы должны убирать его вот этот я уже все прополинеризовала our first design already done вообще я бы еще сюда стразиков бы добавила And Yulia said that she would be happy if she would add just a bit of rhinestones on the top like into the cuticle area Да, вот прям просится вот в этой части Yeah, she thinks that the right part is a bit like looking a bit empty especially especially made room for rhinestones Так, теперь мне нужно добавить немного белого буквально вот просто отделить лепесточки And now with white liner gel she is trying to make lines that will divide the petals Можно в центр не не выше, а именно в центр А у меня просто оно в центре Я понимаю, но у нас с вами А, то, да, то строчечка Ага, все понятно Еще, еще вот так в центре Нет, еще выше Вот так Не выше, вот, вот грубо говоря От вас дальше Вот, от вас дальше Не-не-не, мы не в центре Слушайте, подождите Вот так в центре Ну, вот так хорошо Отлично Ставлю сердцевинку такими воздушными А мы не видим, что вы ставите А вот так видно Вот так видно So, now Вот Юля, I said to her we don't see anything She put like little dots creating a middle of the flower А мне кажется, или оно О, вот так видно А то если она близко взяла То слишком близко Тогда я вижу Что же вы молчите А я же вам говорю близко, не подносите А, а я не пойму куда близко Все, я поняла Все, вот это я отправляю в лампу и перекрою все топом Да, я так перекрою, чтобы вам уже было видно и понятно и очень аккуратно Я сейчас объясню, как перекрыть так, чтобы не потянулся цвет не только в концентратах а вообще, когда есть такой вариант, когда подтягивается немного за топом цвет Чтобы цвет не тянулся, просто не нужно прижимать сильно кисть Окей, сейчас Юлия would like to explain how to cover it with top gel because sometimes when we are doing this we can see that pigment is pulled by brush and it's not good for us So when you are doing this then try to do as less pressure to the surface with your brush as possible like with your floating movements and don't press with brush to the surface so then you will not pull out the pigment Я не знаю, как у вас а у меня блестит так, что аж блики на... Юлия said I don't know what you see but what I see that it's parting like crazy Так, а мы сейчас... Нереально, скажите Мы расфокусировались Мы не в фокусе Мы не в фокусе Мы не в фокусе Так, а ну сейчас я попробую так Мы не в фокусе Да, сейчас пошел в фокусе Да, сейчас пошел в фокусе Да, сейчас пошел в фокусе Может вот так лучше сейчас нет? О, да Да, вот так? О, да О, да Вот так хорошо Супер 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 Мне очень вот такая штука Я даже поняла если я сделаю серию небольшой таких дизайнов Магда Магда saying that this is unreal totally agree It looks absolutely good And you see that this is just like a couple of minutes and it's done Color concentrates and liner gels Ну и теперь на беленьком же ж да, надо сделать And now let's do it And by pressing you know, like it's already there Я рисую вот такие вот лепесточки еле заметные So, it's like like petals It's already look like a petal fantasy petal А здесь уже там, где у вас была с красным да? Каждый раз я набираю разный цвет то есть вот не могу ближе к синему набрать сейчас я подниму чтобы вам было видно то есть вот у меня пропитана So, every time she's she's using different colors as you see not only one but different ones Либо сюда либо сюда вот я сдвигаюсь и таким образом у меня получаются разные оттенки маска But then you also like if you're using red then you can go like blue and red so then you can go just between these two colors don't go to yellow one Вот даже сейчас последнее я немного набираю синего и захватываю чуть-чуть желтого Ok So, even now what she does she's taking she's still going to yellow sorry So, she's going to yellow as well Я как раз сказала, что в зеленый не идите а тут вы взяли и пошли Ну, извините Ok Зеленые, мы же листики мы можем зеленым сделать Yeah, but we still need green because we are going to make leaves в центр Смысл какой получился? Получается смысл У меня листья все равно пропитана была розовым фигментом розовым концентратом и я набрала немного розовый, синий и вот у меня получился фиолетовый и где-то чуть-чуть оттенилось зеленым So, because still her brush was filled up with red color and with blue color and then when she is adding this yellow so then all these pigments they are mixing on the brush and they, the color looks still complementary И я тебе поставила вот такие вот мазочки и теперь отправляю в лампу А вы на матовой поверхности это еще сделали? Да, я до этого я вскрыла матовым топом я подготовила фон, чтобы мы на это не Да, вот так лучше Чтобы мы на это не тратили время So, what Yulia did before she used white and she covered it with extrematum gel and now she is she was doing this on the surface of cured extrematum gel and when it's done we have to cure it Сколько секунд будем приполимеризовывать? Ну, секунд тридцать пока посмотрим опять на вот этот дизайн Yeah, for flash curing it's just enough to do it just for 30 seconds 30 seconds just enough for flash curing so then we can continue working and this is our second and it's already done and it looks absolutely gorgeous но нам плохо, плоховато видно вот начинается ну, ну, вот красивенько it looks really gorgeous мне очень нравится вот оно у меня здесь светится так, что аж yeah, it looks absolutely and Yulia said that it looks absolutely unreal in real life not on the camera не очень красиво да да, я вот уже даже вижу, что я нарисую и теперь опять я использую вот эту вот кисть для прорисовки let's go back to rhinestone brush я ее буду опять так же сейчас тут вот немножко белый вытру вот у меня уже здесь разведен и синий и бордовый черный видно вот немного синего и вот бордовый yes, and we already have like we already mixed like red color together with blue color and with black liner gel and we are going to use this mixture для того, чтобы сделать очень тонкую линию мы не набираем вот таким образом не видно в центре видно? вот сейчас лучше вот таким образом мы не набираем цвет ok, don't do these like shallow movements because it's not correct movement а как вы делаете? мы вот таким образом его пропитываем that's how you have to do it so just put it and then fill up on the surface your brush scooping ну вот я пропитала thank you, thank you, Magda, scooping и начинаю можно в центр можно вот, merci и начинаю прорисовывать на прорисовку я ставлю не везде только в некоторых местах но ну мне нужно не нужен а я я это это и вы и вы можно в центре, потому что мы сейчас из центра вышли. Сейчас, секундочку, вот так, нормально? А чуть пониже, да? I wanted to clean my flat, but think better, start doing flowers. Окей, Магда сказала, я как раз собиралась квартиру свою убрать, но походу сейчас пойду рисовать. I can understand this, because after this I was just thinking, that's easy to do, I have to try it. Вот так круто, очень чутенько. Вдохновение, дело такое. Yes, inspiration is really cool thing. Так, а мы не видим. А так видите? Да, так видим. It's pretty nice. А можно вас попросить, чтобы вы потом сфотографировали эти типсики, выставили, а мы бы у вас, допустим, взяли бы и домашнюю работу бы сделали? Как вы на это скажете? Да, конечно же, можно, чего же нет-то? Окей. Я как раз и стразинки доклею, да? Да, я просто попросила Юлия, что после этого она может взять все эти типы, которые мы делали на сегодняшний день, и она может постать, и потом мы увидим, что мы получили простые примеры, и мы можем делать свое время, или мы можем практику, если вы хотите. Можно ли использовать бордовую линию для синих лепестков? Она будет смотреться грязновато, но вот у меня в некоторых вариантах вот здесь вот с зеленым оттенком получилось. Оно не видно, но как-то все-таки я бы лучше бордовой. Хорошо, я думаю, что мы можем использовать бордовую линию для белых лепестков, и Юлия говорит, что тогда это не будет выглядеть вполне хорошо, поэтому лучше использовать бордовую линию для бордового линию для белых лепестков, чтобы вы получили эти черные цветы. У меня Треса сказала, что хорошая идея с типсиками. Да, и вот я отправляю его в лампу. И вот я уже делаю. И вот Юлия тоже делала, когда она сделала эти цветы, она будет декоративной лепестки, она будет подставить, она будет подставить, и тогда мы можем использовать это как пример, просто копировать и сделать свои собственные цветы, using color concentrates, liner gels, and amazing brushes, together with top gels. Magda's saying, beautiful. Ну я еще, вот, я любитель еще там где-то белых акцентов поставить. А можно еще центрик? Ага, да. Вот так, да? То есть я здесь ставлю сердцевинку белыми точками. И Юля saying that it's also nice to finish our design with white color, so that's why she will use white dots just to create the middle of the flower. И еще кое-где акценты на лепестках. Я все время говорю кое-где, но на самом деле я ставлю светлый цвет там где у меня идет перенасыщение темного. Вот как в этом случае темно-бордовый и темно-зеленый. И чтобы отделить эти два цвета, я поставлю на границе вот такую вот белую. Ну, это прикольно. да я отправляю вам а сейчас меня посетила идея которую я не пробовала если это все перекрыть господи литражом давайте я не пробовала давайте я предлагаю либо этот либо вот этот а еще для того чтобы мы могли увидеть и под тем и под тем цветом мы можем перекрыть сначала а потом сверху вот этим цветом посмотреть как в одном цвете будет стереть и посмотреть как в другом цвете будет okay and just to make this experiment what she's going to do now she's a little with normal top gel just with supreme finish will cure it and then just to see different effects she will apply one and then we will see the result and then she will remove it and we'll apply second one and we will see the result and then we will decide actually which one will be better for us отлично вот скажите хорошо когда в эфире сразу раз и это вот и когда мы я сейчас перекрываю супремом до отправляю в лампу все супер инфиниш летский и так нам уже скоро надо будет заканчивать так да 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 сначала вот этим будет фактически мы с вами уже где-то минут сорок точный сорок пять лет а если еще сверху добавить вот какую-нибудь блесточку но нарисованную там какую-то прожилочку с втертым пигментом там блестящим каким-то ну нам надо остановиться так а ну давайте фиолетовый щупо сейчас до вытираю из фиолетовый фиолетовый он понежнее будет и по-моему фиолетовый он все-таки будет больше как бы самому но он может съесть да но он может съесть хочу прикольно тоже прикольно я вызываю это толсу лукс бюрифу можно в центр даже покажу я вызываю толсу лукс бюрифу красиво да вот как-то знаете фарфоровое что-то мне что-то напоминало чашечку фарфорового юлия said that it looks like a porcelana красиво ну да и на этой оптимистичной ноте я думаю что мы сделали это я надеюсь что вы liked это это было с кольцом концентратом вместе с лайнер-гелем и очень простые и простые nail арт и я думаю что на следующем году мы сделаем наш лукс с кольцом Я думаю, если мы будем часто выходить в эфир, Магда никогда не уберет свой дом. Да, Юлия сказал, что если мы будем проводить эти видео, то Магда, у нас есть возможность, то Магда, тогда вы должны приглашать кого-то, чтобы купить ваш дом. Да, это мы делали. Юлия сделала фотографии, и потом она будет постать. Так что мы можем практиковать. Я оставлю этот стрим, так что вы всегда можете вернуться и смотреть это снова. Если у вас есть вопросы, то вы можете спросить. Мы свободны, чтобы ответить на какие-то вопросы. Ну что, будем заканчивать потихоньку. Я думаю, что это да, что у нас... Ну, вы же знаете английский, поэтому переводить не буду. Да. Окей, so, thank you, ladies, for watching us. And have a very nice evening. Окей, and next time, color drops. И в следующий раз мы делаем... Ну, очень красиво получилось. Вообще, да, вот сейчас я еще добавлю там всяких штучек красивых. И вообще будет. Окей. Окей, thank you very much. See you. Bye.